Взрыв на арматурном заводе в Талдыкургане. Как на предприятие попал снаряд и сколько человек пострадало во время ЧП? На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Усиленный контроль за безопасностью вакцинации. Какие еще меры предпринимаются городскими властями, чтобы ускорить кампанию по иммунизации? Нам нужно остановить эту волну, остановить пандемию. 36 случаев заражения дельта-штаммом коронавируса выявили в Алматы. Как уберечься от смертельной угрозы? До меня еще тогда это не доходило. Почему-то мне казалось, что это обойдет меня стараться. Вечерки 85. Как рождалась, развивалась и завоевывала сердца читателей одна из старейших газет Казахстана. Нам пишут письма те читатели, которые выписывают ее со 2 января 68 года. До конца этого года в Новом Алматы построят больше сотни километров новых дорог и отремонтируют 225 улиц. Об этом буквально полчаса назад в прямом эфире нашего телеканала во время онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры города сообщил Аким Алматы Бакаджан Сагентаев. Строительство дорог ведется в восьми крупных микрорайонах мегаполиса, в том числе в Ужете, Шанраке, Курамысе и не только. Там проживают более 150 тысяч человек. Продолжат в городе развивать сопутствующую транспортную инфраструктуру. В этом году планируется отремонтировать 96 километров тротуаров и 22 километра орычных сетей. Отметим, ежедневно по Алматы курсируют более 700 тысяч автомобилей, включая транспорт, пребывающий из Алматинской области. Из 3097 километров дорог в городе еще не асфальтировано около 298 километров. В целом почти 80% покрытия находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. За годы независимости было построено 34 транспортных развязок, 145 мостов и туннелей, 140 надземных и подземных пешеходных переходов, проложено более 14 миллионов квадратных метров тротуаров и установлено 466 светофоров. В мегаполисе продолжается строительство трех транспортных развязок, отметил Аким. Одна из них – Бухтар-Минская, Кульжинский тракт, которая способна открыть доступ жителям области в центральную часть города и в направлении международного аэропорта. Согласно проекту, развязку будут строить в трех уровнях – с тоннельной частью по улице Бухтар-Минской, эстакадой по Кульжинскому тракту, по три полосы движения в каждом направлении и съездами на их пересечении для организации кольцевого движения. Завершить строительство планируется в следующем году. Глава мегаполиса также рассказал об эффективности камер Сергея, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. И вот результат. Смертность снизилась на 48%. Количество ДТП на 29. 900 тысяч нарушений. Представляете, за год почти миллион нарушений. Вот какие мы дисциплинированы все водители. Бюджет почти 5 миллиардов тенге взыскали. Благодаря Сергею, опять 50 уголовных дел раскрыто преступление. И в этом году эта работа будет продолжена. В Алматы усилили контроль над качеством работы пунктов вакцинации. Накануне специальная рабочая группа во главе с заместителем Аким Алматы Ержаном Бабакумаровым проинспектировала ряд прививочных пунктов в поликлиниках, вузах и ТРЦ. Подробности в материале Рамины Мирзалимовой. Рабочие группы, которые будут проверять, как соблюдается правило и условие вакцинации, отныне действует во всех районах мегаполиса. Главная цель мониторинга – усилить темпы вакцинации для защиты здоровья горожан. При этом необходимо строго соблюдать все требования холодовой цепи, той самой, которая влияет на эффективность антиковидного препарата. В начале члены комиссии во главе с заместителем Акима города посетили прививочный пункт Smart Health City в национальном вузе. Замакима поручил усилить соблюдение санитарных норм с учетом активной работы приемной комиссии. А в торгово-развлекательном центре Алматы Мол врачи доложили членам рабочей группы, что желающих вакцинироваться немало. Аналогичная ситуация и в ТРЦ «Москва». По словам специалистов, это свидетельствует о социальной ответственности алматинцев. Я решил спутник ВИП получить, потому что оно уже проверено. Во-вторых, это ответственность каждого гражданина. Чем быстрее каждый вакцинируется, тем быстрее все ограничения снимутся. И меньше будет заболеваемости. Потому что в моем кругу родственников тоже люди болели, и некоторые не выживали. Поэтому это не очень хорошая вещь. Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе сейчас не самая благоприятная. Все осложнилось из-за распространения мутированного штамма Дельта. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 1,7 раза. Индийский штамм COVID-19 обладает высокой патогенностью и на 60% заразнее обнаруженных. Исследования ученых показали, что он связан с более высокой вероятностью госпитализации, развитиям осложнений и летальных случаев. Нам нужно остановить эту волну, остановить пандемию. Мы только путем вакцинации сможем это сделать. Только если мы создадим необходимую иммунную прослойку среди населения, вакцинированного населения, только тогда прекратится циркуляция вируса Дельта, который наиболее вирулентен, наиболее патогенен. По итогам объезда заместитель Акима Ержан Бабакумаров провел онлайн-совещание с руководителями медорганизации города, а также с главами районов по оказанию жителям качественных медицинских услуг и работы прививочных пунктов. Участникам встречи поручили усилить контроль над пунктами вакцинации и информационно-разъяснительную работу. Между тем, Акима Тамматы призывает горожан не откладывать вопрос вакцинации, так как это единственный способ защиты здоровья. Также нужно продолжать соблюдение санитарных правил, носить маски, придерживаться социальной дистанции, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Рамина Мирзалимова, Медец Аматулы, телеканал Алматы. Сегодня Алматы – это большая строительная площадка. Бывшие пустыри стремительно осваиваются, возводятся высотки, но в приоритете социальные объекты. Они реализуются в рамках дорожной карты. За качеством следят не только представители соответствующих органов, но и активисты партии Нур-Отан. Это одна из главных задач предвыборной кампании правящей партии. Ход строительных работ на местах проверили партийцы, депутаты городского маслехата, а вместе с ними и наша съемочная группа. Спустя 30 лет существования противотуберкулезный диспансер на улице Гончарная обрел вторую жизнь. Впервые с момента основания здесь провели капитальный ремонт и сейсмоусиление. По словам подрядчиков, работы завершены на 90%, и в течение месяца здание сдадут в эксплуатацию. На объекте работают около 130 человек. Половина из них трудоустроена через центр занятости. На строительной площадке побывала депутат городского маслехата Асия Аканова. Туберкулез – это одно из социально значимых заболеваний. И по официальным данным у нас заболеваемость падает. И сейчас она составляет порядка 49 человек на 100 тысяч населения. Что в принципе по сравнению с пятилетним сроки, это снижение идет, порядка 3-4 раз. Ну, данный объект является одним из пунктов реализации предвыборной программы партии Нур-Отан. Не за горами открытий физкультурно-оздоровительного комплекса все в том же Житасузском районе. Местные жители долгие годы просили бассейн, а получили целый фок. Ход строительства проинспектировал олимпийский чемпион, а ныне депутат городского маслехата Ермахан Ибраимов. На объекте будут работать сразу несколько секций. Зал по боксу, борьбе, тренажерка, буркаут-зона и два бассейна. Словом, у любителей спорта есть выбор, и каждый найдет для себя что-то свое. Я как спортсмен в прошлом очень рад открытию подобных объектов. Спорт нужно развивать. Сейчас многие дети сидят в телефонах и живут в этом маленьком мире. Нужно помочь им привить любовь к спорту. Если физкультурно-оздоровительные комплексы будут в шаговой доступности, то дети начнут их посещать. К сведению, сейчас в Алматы строится сразу шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них в одном только Житасузском районе. Оба объекта возводятся в рамках дорожной карты партии «Нур-Отан». Дамир Анитов, Мурат Айжанов, телеканал «Алматы». Уважаемые телезрители, напоминаем, Алматы сейчас находится в красной зоне по темпам распространения коронавируса. Во всей стране действует карантин. Для того, чтобы все ограничения отменили, необходимо получить вакцину и добиться коллективного иммунитета. Это пока единственный эффективный способ защиты от ковида. 36 случаев заражения дельта-штаммом коронавируса выявили в Алматы за сутки. Такие данные озвучили в городском департаменте санэпидконтроля. Всего на наличие мутированных штаммов было исследовано 46 образцов. Тем временем в реанимационных отделениях стационаров мегаполиса сейчас находится больше полусотни пациентов, зараженных коронавирусом. Их состояние оценивается как тяжелое. Девять из них подключены к ИВЛ и находятся в крайне тяжелом состоянии. Одна из заболевших, 72-летняя пенсионерка Ираида Тен, попала в больницу месяц назад. За ее жизнь врачи боролись около двух недель. К счастью, опасность миновала и на днях пациентку перевели в обычную палату. До меня еще тогда это не доходило. Почему-то мне казалось, что это обойдет меня стороной. Но стороной это меня не прошло. Я так благодарна, что я оказалась в ваших руках, что вы спасли жизнь, несмотря ни на что. Между тем, у нескольких зараженных коронавирусом медики подозревают наличие индийского дельта-штама. Сейчас пациенты находятся под наблюдением. Мы не можем утверждать, что тот или иной человек заболел дельта-штамом. Это будет известно только после анализов. Конечно, тех, кого мы подозреваем, отделили от других заболевших. Состояние пациентов стабильное, они идут на поправку. Отличие мутировавшего индийского штама в том, что он более заразный. Но если человек получит вакцину, то этот вирус не страшен организму. За сутки в Казахстане зафиксировали свыше 2000 случаев заражения коронавирусом. Наибольшие темпы перероста отмечаются в Нур-Султане. 678 подтвержденных фактов. Выздоровели более 1200 человек. Зафиксировано 13 смертей от COVID-19. На сегодня лечение проходит свыше 24 тысяч казахстанцев. Около 500 из них находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 67 пациентов. Американская компания Модерна заявила об эффективности ее вакцины против штамма Дельта. Исследования проводили на сыворотке крови от 8 участников, полученные через неделю после того, как они получили вторую дозу препарата. В результате вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке. И три варианта, впервые обнаруженные в Индии. Между тем, использование двух разных вакцин для первой и второй прививок обеспечивает надежную защиту от заболевания COVID-19. К такому выводу пришли ученые в Великобритании. В исследовании Оксфордского университета Комкофф приняли участие 850 человек старше 50 лет. Волонтеры получили прививки двух разных вакцин с интервалом в 4 недели. Авторы исследования выявили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer оказалась более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca. Бразильские акушеры и педиатры бьют тревогу из-за того, что отделения интенсивной терапии по всей стране переполнены недоношенными младенцами. Это связано с заболеваемостью COVID-19 среди беременных женщин. Нередки случаи, когда мать умирает во время родов от легочной или сердечной недостаточности. Многие погибают на стадии беременности. В Алматы усиливают работу мобильные прививочные бригады. Сегодня специалисты побывали в одном из крупнейших металлургических заводов в Казахстане, где привили полсотни сотрудников от коронавируса. Такие меры позволяют увеличить количество вакцинируемых. Всего за последние 24 часа антиковидный укол получили свыше 12 тысяч алматинцев. В том, насколько эффективна работа выездных бригад, убедилась Динара Сабитова. На крупном предприятии трудятся более 700 человек. И работа не прекращается даже ночью. Прививку сотрудники получили утром, чтобы пойти домой и отдохнуть после суточной смены. Потому что у нас все-таки огромный коллектив. Я давно здесь работаю. Ну, возраст уже. И поэтому я вот сегодня решила сделать прививку. Вакцина является одной из единственных таких мер, которые защищают здоровье человека. Поэтому призываю всех граждан привиться. Во время приема специалисты в очередной раз объяснили сотрудникам завода, что вакцина пока остается самым эффективным способом борьбы с опасным заболеванием. По данным анализа эффективности вакцинации с апреля по июнь этого года отмечается снижение заболеваемости аж два раза. Вакцинация дает нам в первую очередь вернуться в обычную жизнь, создать коллективный иммунитет. Когда есть коллективный иммунитет, распространение вируса спадет. Еще один действенный метод призвать населения пойти на вакцинацию – проведение различных акций, где привившимся раздают ценные призы. Только в Алатауском районе с 1 по 30 июня состоялись розыгрыши подарков среди жителей, получивших первый компонент прививки. Я поставила вакцину ради безопасности своих детей. Когда я получила вакцину, мне дали этот билет и сказали приходить на розыгрыш. Я очень рада победе, потому что дети просили меня обязательно что-нибудь выиграть. По словам организаторов, такие акции продолжатся и в дальнейшем. Медики отмечают, что для выработки коллективного иммунитета в городе необходима вакцинация 75% населения. Пока в мегаполисе прививку получили 40% жителей. Для стимулирования мы решили при поддержке наших спонсоров провести розыгрыш призов. Сегодня мы на мероприятии разыграли холодильник, телевизоры и другие бытовые техники. Сейчас в городе функционирует 208 прививочных пунктов. Они расположены в школах и торговых центрах на объектах культуры и спорта. На сегодня число привитых в Алматы превысило отметку в 450 тысяч человек. Это самый высокий показатель по стране. Напоминаем, что Алматы сейчас находится в красной зоне по темпам распространения коронавируса. По всей стране продолжает действовать карантин. Для того, чтобы все ограничения отменили, необходимо получить вакцину и добиться коллективного иммунитета. Это пока единственный эффективный способ защиты от ковида. Это итоговые новости. Не переключайтесь. Взрыв на арматурном заводе в Талдыкургане. Как на предприятие попал снаряд и сколько человек пострадало во время ЧП? На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Вечерки 85. Как рождалась, развивалась и завоевывала сердца читателей одна из старейших газет Казахстана? Нам пишут письма те читатели, которые выписывают ее со 2 января 1968 года. Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту взрыва боевого снаряда на арматурном заводе в Талдыкургане. О том, кто фигурирует в качестве подозреваемого, в региональном департаменте полиции уточнять не стали. Известно, что взрыв произошел ночью 27 июня на территории завода. Следом вспыхнул пожар. В результате в больницу с различными травмами госпитализировали двух человек. Одному из пострадавших, которому диагностировали серьезные повреждения внутренних органов, потребовалась экстренная операция. Мужчине удалили почку. Известно, что расследование начато по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа, работали саперы. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по статье 156, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Алматы в канун дня столицы прошло заседание Городского совета Ассамблеи народа Казахстана. На встрече с участием заместителя Акима города Ержана Боба Кумарова обсуждалась реализация задач, поставленных на 29-й сессии Ассамблеи первым президентом страны Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым. В частности, поднимались вопросы патриотизма и равноправия среди казахстанцев. На сегодня в мегаполисе одновременно реализуется ряд проектов. Мы провели более 100 мероприятий разного формата и уровня, которые вошли в общегородской план мероприятий, посвященных 1 марта, Дню Благодарности народа Казахстана. Все мероприятия прошли в рамках республиканского благотворительного марафона «30 добрых дел» под эгидой празднования 30-летия независимости Республики Казахстан. Облачные услуги намерены развивать в Алматы с участием крупнейшей платформы Яндекс.Клауд. Наша страна станет одной из первых, где будут внедрены новейшие разработки компаний, объединяющие в себе сервисы как для бизнеса, так и для казахстанских IT-разработчиков. Первый серьезный шаг в этом направлении – подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между управлением цифровизацией города Алматы и российской компанией. Стороны намерены совершенствовать работу отечественных голосовых помощников, проводить хакатоны и конкурсы, а также наращивать технологическое партнерство по развитию такого направления, как единое хранилище данных в сферах здравоохранения, ЖКХ и не только. Конкретно с платформы Яндекс.Облако появляется возможность всем принимать участие в развитии данного направления. И самое главное – экономия на основных средствах создавать готовый продукт. Чем быстрее вы создаете продукт, тем он более адаптивный для рынка. И здесь для нас, как и для администрации города, основной задачей является именно создание вот этой экосистемы, комфортных условий для разработчиков, для пользователей. Библиотека под открытым небом появилась в Алматы. Мобильное книгохранилище установили в сквере Мукагали Макатаева в Алмалинском районе. В этом году страна отмечает 90-летие со дня рождения выдающегося писателя и поэта. Прийти в библиотеку и почитать любимую литературу может любой желающий. По словам организаторов, книжный фонд будет регулярно обновляться. Сегодня же в Турксибском районе презентовали арт-объект в форме сердца. Новые социальные проекты оценила Айдана Нураш. На этих полках представлены книги известных казахстанских и зарубежных писателей. Выбор хоть и невелик, книголюбам скучать не придется. Библиотекари будут постоянно обновлять мини-фонд. Полюбившуюся литературу можно взять и домой, оставив при этом свою. Сегодня в Алмалинском районе стартовала акция «Жарханжас». Цель акции – это установка мобильных библиотек в парках-скверах Алмалинского района. В планах довести количество мобильных библиотек до 10. Помимо книг, в сквере есть и масса других развлечений. В выходные дни здесь организуют встречи, где можно будет пообщаться с писателями. Или же обсудить прочитанную книгу с братьями по духу. Организаторы надеются, что проект поможет отвлечь внимание людей от интернета, привить любовь к чтению и разнообразить досуг детей во время летних каникул. Вообще хорошо, что устраивают всякие мероприятия для библиотеки полезно, чтобы детки приобщались, книжки приходили читать. В библиотеку-то никто не заходит, а так на улице вон прохожие подтягиваются. И это не единственный культурный проект, который сегодня представили в городе. В Турксибском районе, к примеру, презентовали арт-объект. Инсталляции присвоено символичное название «Бесконечная любовь». Металлическое сердце, украшенное цветами, установлено на пересечении улиц Сауранбаева и Спартака. Всего в мегаполисе имеются десятки различных арт-объектов, скульптур и граффити. Они вносят свою изюминку в архитектурный облик города, в котором всегда ценится искусство и любовь к красоте. Айдана Нураш, Арсен Сандабаев, телеканал «Алматы». Казета «Вечерняя Алматы» отмечает юбилей. Любимой вечерке в этом году исполнилось 85 лет. Как раньше, это актуальные темы, глубокий анализ и достоверность фактов. В честь профессионального праздника СМИ Касамжумар Токаев поздравил коллектив благодарственной грамотой и отметил особый вклад в информационное обеспечение города. Как росла и развивалась газета, а также завоевывалась сердца читателей, в историю окунулась Рамина Мерзолимова. Первый номер газеты, тогда еще «Социалистическая Алмата», вышел в апреле 68-го. Позднее ее переименовали в «Вечерние Алматы». Всегда интересные рубрики и актуальные новости. Газета так полюбилась читателям, что в киосках за ней выстраивались в очередь. Сегодня печатная СМИ успешно работает в условиях современности. На официальных страницах газеты в социальных сетях больше 20 тысяч подписчиков. Мы имеем живую аудиторию и аудиторию настроенную на сотрудничество. Мы пытаемся быть именно полезными, конкретным людям, чтобы дать им возможность отдохнуть, дать им какие-то культурные ориентиры, развлекательные ориентиры. Поэтому и наши дальнейшие творческие планы только становятся все более конкретными, все более актуальными. События, явления и люди города – слоган вечернего Алматы. По утрам традиционная летучка у главного редактора обсуждает насущную повестку дня. Абдухалил Джалилов работает здесь порядка 30 лет. Начинал младшим корреспондентом. Сегодня он заведует редакциями сразу двух газет. Говорит, никогда не думал уйти в другое место. Потому как любимая вечерка и преданные читатели стали родными. Нам пишут письма те читатели, которые выписывают ее со 2 января 68-го года, то есть уже 50 с лишним лет, и даже присылают фотографии тех номеров, что они у них хранятся дома. Лично для меня, конечно, вечерка – это очень многое значит. Со всеми ее радостями, огорчениями я все это прошел и нисколько не жалею. Сегодня вечерние Алматы не просто издание на бумаге. Газетчики собирают электронную версию. В отделе верстки выпуск обретает форму. Цвет, шрифты, размер фотографии – тут важна каждая мелочь. Абдежимал Сапарколов ответственный за верстку. Он размещает материалы по газетным полосам, а вечером ее отправляют на печать в типографию. Дежурным, который принимает в процессе верстки участия, нужно быть очень внимательным, потому что у нас такие опечатки могут произойти в газетах, в заголовках. Например, это уже считается как почти катастрофа. Кроме верстальщиков, самые главные действующие лица – это корректора. То есть от них зависит полностью, как написано, как выйдет газета с ошибками, без ошибок. За эти годы у газеты накопилось немало достижений. Самое главное – благодарность от президента Касымжумар Татукаева. Победа на шахматном турнире. А еще газетчики буквально покорили несколько высот Алматинских гор. Журналисты вечерки продолжают радовать любимых читателей самыми актуальными новостями мегаполиса. Еженедельный тираж газеты – 35 тысяч экземпляров. Свежие номера доставляют во все госучреждения. Телеканал «Алматы» присоединяется к поздравлениям и желает коллективу газеты творческих успехов и новых высот. Рамина Мирзалимова, Медед Саматулы, телеканал «Алматы». Уважаемые телезрители, вновь напоминаю, что «Алматы» в красной зоне. Не забываем соблюдать элементарные правила санитарной безопасности. А лучшим средством защитить себя от коварной инфекции остается вакцинация. На этом все. Все наши новости вы можете найти и на сайте «Алматы.ТВ» и «Ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс». Заходите, читайте и смотрите. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»